привет друзья коллеги девчонки пчелки если вы видите это видео значит у меня все получилось потому что камеру не взял а она как правило вот когда что-то забудешь так она и и надо сейчас покажу вам лайфхак не знаю ну сам сообразил как бы еще из этого получилось покажу сейчас потому что это об очистке кормушек мне там с такими подковырками говорили то апекс черные кормушки сразу видно ну и хлорка и поняет будет вонять хлоркой она въедается и потом долго стоит такой запах поэтому я бы не советовал наверное пользоваться белизной для очистки кормушки ну как бы за кормушку посмотрим а вот значит вот этот вот сзади у меня улей это это жменька жменька маленькая которая была там лед уже там уже начинает получаться что-то так что через месяц мы его посмотрим но тем не менее я вижу развитие идет а я просто сегодня приехал насыпать опять же же муки соевой там выбирают капитально ну может быть хоть что-то получится потому что сегодня мой тезка анатолий васильевич железняк говорит у него уже по полной рамки расплода а у нас пока что пяточки вот видите как регион от региона отличается значит так сейчас показываю кормушку что из нее получилось после моей очистки вот она вся беленькая чистенькая мы ее сейчас поставим поменяем так какой вот этот наверно ну это еще не совсем черная не а у меня же две кормушки две поэтому так одной рукой на телефон ну думаю шо получится так отводки развиваются но должен я вам сказать что некоторые отводки пчела стаяла стаяла пчела ну это вот три штуки вот такие вот которые стоят здесь а все остальные нормальные так вот кормушечка готова так и сейчас самую черную кормушку найдем ага во гляньте гляньте что тут делается ужас ужас поэтому мы эту кормушку возьмем и очистим вместе с вами так ну вот тоже отводок раз два три четыре на четырех улочках сидит две свободных а тут тоже пчела была по весне подтаял так вот беленькая чистенькая кормушечка а эти кормушки которые грязные мы с вами почистим вот они сейчас такие небольшая экскурсия пчела носит белая пчела идет в природе в природе практически нету некоторые несут пыльцу а так значит практически нету пыльцы у нас вот ну вот шестирамочники тоже активно включились в принос муки для разнообразия потому что полезно очень полезно или не очень полезно но тем не менее я думаю что все таки эксперименты делали и говорят что соевая мука все таки помогает в развитии пчел так что пускай хоть так все друзья поехали мыть покажу как я мою очищаю эти кормушки и кстати был у меня вопрос как почистить улья из ппу таким же самым способом можно еще туда добавить перекись водорода вот для дезинфекции но отмывает я же говорю хорошо так что поехали так друзья ну давайте священно действовать отмоем эту кормушку вначале хочу сказать что вот один подписчик так рьяно добивается использовал я на практике в каких пропорциях все это дело перемешиваю хочу сказать что на практике я вам уже показал что оно отмывается пропорции никакие как бы я не соблюдаю в тех чистых кормушках ну в чистых не таких грязных кормушках я сыпал две ложки соды обыкновенная сода которую продают в обычном супермаркете я сыпал две чайные ложки в одну кормушку и во вторую кормушку так с гор с горой значит чайные ложки соды соды уксус тоже самое обыкновенный 9% кислота отстава продается тоже в супермаркете я лью на глаз чтобы покрыло уксусом дно кормушки вот сейчас реакция идет с содой вот это дело постоит у нас ну минут 10-15 дабы дно потому что оно самое грязное у нас немного разъело вот эту грязь обыкновенная губка которая тоже продается в супермаркете я на эту губку еще ферри добавляю можно было попробовать одним ферри почистить я правда не пробовал оно бы я думаю тоже очистилась бы но дабы продезинфицировать потому что здесь плесень здесь грибок и дабы убрать вот эти вот микроорганизмы всевозможные патогенные я применяю уксус с содой она дезинфицирует хорошо вот ну вот сейчас 10-15 минут простоит и мы начнем потихонечку убирать всю эту грязь принцип я думаю понятен а уже сам процесс ну как бы грязный такой водяной все значит потратил я правда времени не засекал ну наверное где-то минут 20 на мойку самое плохо было отмывать эту сильно загрязненную кормушку и она еще как бы немножко не в цвете не в белом это вот белая кормушечка когда красили голубая краска пыль попала она так немножко голубизной вот покуда мыл покуда мыл пришла мне как бы на мысль идея что наверное керхером будет не хуже их отмывать единственное что потом провести дезинфекцию мне сейчас как бы разрешили кухню ванну использовать для этих целей но я же понимаю что это не бесконечно поэтому придется мыть эти кормушки на пасеке а там горячей воды ну надо греть эту воду горячую надо будет попробовать керхером вымывать и я думаю что керхер с задачей справиться аж бегом кормушки они запах у них ну немножко уксусом попахивают но это такое дело сейчас уксус выветрится и они будут готовы к употреблению аж употел покуда мыл здоровья вам и благополучия хорошего сезона богатых медосборов до новых встреч друзья было полезно ставьте лайки подписывайтесь на канал пока друзья до новых встреч до новых встреч до новых встреч